Подошел на какой-то станции метро, сказал, привет, как мне доехать до Черкизовской? Нет, это было буквально 2-3 дня назад, точно не скажу, но до тренинга, потому что это была домашняя движуха. Она мне, короче, подсказала, реакция классная, такая, ой, кто вы, что вы. Я пару минут пообщался, взял номер, все, думаю, ну окей, там плюс один номер, сделал задание. Все, ну думаю, галочку поставил и как бы телефон остался, ну забил, можно сказать, потому что думаю, пойду на тренинг, когда скажут, вызванивать, тогда и буду. Вчера зашел разговор про вызванные, про свидание, вышел с тренинга, думаю, надо звонить. Начал звонить прямо с начиная там А, все, пошел, короче, два номера не вызванились, она берет трубку. Я, короче, думаю, сразу, а что тупить, надо около дома назначать свидание. Думаю, а там как пойдет, как будет, так и будет. После его дома? Да, ну, где я рядом живу. Вот, короче, она такая, типа, окей, я приеду. Раньше были штуки, что девушки такие, типа, нет, мне далеко, я не поеду там. Антка, я приеду, я думаю, ну классно. Все, короче, пошел домой, начал ссать. Вот, начал думать, блин, в смысле и в прямом, и в переносном. Короче, ну, начал думать, типа, да может, нафиг не надо, там, пойду, там, не знаю, подрачу и лягу спать. Ну, короче, мысли такие, что, короче, свалить, да, не ходить никуда, вот, потому что, мало ли, что-то пойдет не так. Ну, короче, какие-то свои страхи, мысли. Ну, короче, вот я сливаю на то, что, типа, да, ну, то ли лень, то ли что, я не могу этого понять. Ну, короче, стремно идти туда, не хочется туда идти и хочется наоборот. Опять были мысли, что, типа, ну, может, сейчас приду, там, к метро, она не придет, ты со спокойной душой, типа, пойду домой. Когда внутри некомфортно, тебе кажется, вроде елене, вроде, не знаю, погода какая-то испортилась, сейчас, наверное, мест нету, в кафе, где еще там все. Это просто внутренний страх. Знаешь, сейчас прикол, что он, когда внутренне хочет, чтобы она не пришла, хочет, чтобы не сразу пришел. Это вообще прямо, это обыденность. Да, наоборот, и так же, наоборот, когда вы слишком сильно хотите, оно и обламывается. Ну, ты получил вот так вот, Хоть бы чел. Короче, ну, в итоге она, к сожалению, пришла на тот момент, и так дома. Ну, блин, у меня вот такой вот затык был, это было жестко. Вот, ну, в общем, встретились около метро, я ее забираю. До этого зашел в кафешку, там, взял какой-то стол с диваном, говорю, оставьте, оставьте его там для меня. И важно, что он поддарковался, короче, это все правильно, правильно, это кайф тоже учится, что для того, как, зайдешь на свидание, желательно прологировать эту тему, занять столик, чтобы вы уже, ну, как бы, не обламывались. Не сидели на объездах на задворках, а там, где вам именно нужно. Пока было два часа вот этих времени от тренинга до свидания, там, начал, пришел домой, начал смотреть, это твое идеальное свидание. Вот, ну, я к тому, что что-то уже было, какие-то моменты, что как трогать, как что, уже в голове начал запоминать. Пришел, ну, и начал делать все, как это, какие-то истории про себя прикольные, то, что я там занимаюсь спортом, там, я интересный. Но, опять же, в формате того, что, о, там, смотри, не знаю, птица там летит, я там, люблю птиц, там, ну, что-то, что-то такое, да. С окружающим миром тут, типа, как я это воспринимал горлом, плюс про себя что-то классное сказать. Когда трогать начал? Вот. Еще раз, вы сели в кафе, да? Что за кафе, диванчик? Да, сели на диванчик, опять же, ну, я прошел первый, ее за руку с собой, а когда встретила, пообнимал, взял за руку, говорю, я так, она говорит, типа, нет, я так, типа, это слишком быстро. Я говорю, я делаю так всегда. Вот, и, короче, она такая, типа, молчит, я ее за руку и все, и погнали. Вот, заходим в кафешку, тоже, опять же, разделись, я ее за руку и сам смотрю место. Вот, ну, сажу ее к окну, сам рядом, на диване, вот, то бишь, ну, чтобы она в закрытом пространстве каком-то таком получилась, вот, в углу тоже. Да, чтобы уже наверняка, только если в окно, вот, ну, короче, это, сидим, начинаю сначала, думаю, не буду пока трогать, пока попробую почувствовать вот это вот доверие. Ну, и начинаю какие-то вещи вот рассказывать про себя, спрашивать про нее, рассказывать про нее, ну, вот, да, фотка есть, ватсап. Ну, я с ней сфоткался там тоже, конечно. Как ты поработал на рождении, когда переходили с кафе, там, можно... Короче, на киностетику реагировал нормально, хорошо, да, потом как ты домой перемещал? Точно на киностетику реагировал нормально в кафе или все-таки убирал руки, это очень важно? Ну, чтобы сопротивление были, но я... Да, они подумают, что если у тебя там все хорошо прошло, а когда они в следующий раз пригласят, не будут сопротивление, они могут из этого как бы... Сопротивление... Переживать в этом поводу растет как бы сопротивление перестану продолжать. Ага, я бы... У нас был Георгий такой из Англии, несколько похож, он рассказывал по шагам, как сопротивление были... Ну, он, это сопротивление, да, там такая довольно часто встречающаяся... Паская девушка на каждом углу, да, она говорит, нет, нет, зачем, то есть вот для того, чтобы вызывай такси, поехали, я вызываю такси, мы едем. Она говорит, вы куда едете? В смысле? Ничего такси себе надо, я скажу, да, да. Все было бы до самого последнего. То есть возле подъезда, возле квартиры, возле квартиры. Это Люда. И это достаточно распространенный случай. Да, кстати говоря, так будет классно, ты меня спрашивай, а я буду рассказывать. Давай. Короче, вы посидели, как, ну, то есть ты подкинг и встретил, как ты предложил поехать в кафе, куда? Я, короче, говорю, поехали, я покажу тебе классное место, куда я никого не приглашаю обычно. Хотел бы поехать. Вот, ну, она, соответственно, начала, типа, ой, типа, что за место, там, то я говорю, все потом, все покажу, все увидишь. Как-то так, ну, и все, и начал уже показывать, что я начинаю собираться, там, допивать чай, как-то вставать, вот, типа, все, погнали. Ну, и она такая, типа, окей. Вещанник этого места, она еще спрашивала, так, куда мы все-таки едем? Да, мы пешком дошли, она такая, типа, тут темно, как-то там, ну, там надо повернуть во двор, тут темно, типа, куда ты меня ведешь. Ну, я от кафе до дома пешком ее вел, вот, да. И она начала, там, типа, куда ты меня ведешь, я говорю, да вон в ту темную подворотню, там, типа, сейчас какие-то чуваки. Ну, короче, так, ну, угорал, но, опять же, все очень позитивно, и если она где-то пугалась, я сразу переводил, типа, там, ну, на что-то доброе, хорошее. Еще по дороге делал вот это, вот, там, хочу тебя обнять, все, стоим, обнимаемся. В этот момент вы зашли до подъезда, но видишь, что это уже подъезд, дом, она заходит или что-то еще? Да, я уже, когда подходили к дому, говорю, сейчас буду тебе показывать, там, свои кубки, ну, там, какие-то кубки левых чуваков стояли. Так, угу. Если ты еще не записался на мой тренинг практика со 2 по 5 мая в Москве, то у тебя есть еще возможность, ссылка под этим видео, оставляй заявку, проходи собеседование, и увидимся с тобой там. Со 2 по 5 мая добавили целый день, это будет целый день, это будет целый день практики с утра до вечера, вместе со мной и двумя моими лучшими тренером. Куча красивых девушек, Москва, хорошая погода, и это будут самые незабываемые майские праздники в твоей жизни. Записывайся, ссылка под видео. Пока. Да, в кафе целовались, я сказал вот эту штуку, что, типа, нет, ну, социальные места, там, руки, шеи, ну, такие, то бишь, не лапал. Когда вы оказались перед подъездом твоего дома, как она реагирует? Вот, ну, к тому моменту мы уже 2 раза, получается, целовались, но я сказал, когда уже именно у подъезда, она уже была подготовлена, ну, на мой взгляд. Я ей уже сказал, что мы... Нет, ну, такого прям конкретно, я вот, ну, не могу сказать. Дело в том, что я ей уже до этого по дороге сказал, что мы сейчас идем, я буду тебе показывать свои кубки, какие-то свои медали. Какие кубки она спрашивает? Она, да, начала спрашивать, и я вот пока мы рассказывал, там, говорю, там занимался теннисом, но этого не было, на самом деле, чтобы вы понимали. Я заехал туда, в эту комнату, и там стоят какие-то кубки, я их оставил, как... Они, по-теннису, ну, вот, ну, поднимаемся ко мне, у меня дома пиздец там. Там в туалете двери нет, ну, чтобы понимать, там гора. Ну, я думаю, что с этим будет реальной проблемой, была мысль слиться по этому поводу, думаю, ну, там какой-то полуремонт, думаю, сейчас она придет, там ей надо будет в душ, а там дверей нету, там еще соседи, думаю, ну, все точно нет. А ты эту хату сняла, то есть ты недолго живешь уже? Где-то полтора-полтора месяца, нет, ну, я уже, да, вот пока там. Значит, ну, причем это не квартира, это квартира, комната. Комната, да. Комната, там две, ну, еще три телки живут сама, соседних, да, типа коммуналка. Мы уже общаемся. Вот, там три комнаты всего, в одной живу я, в другой две телки, в другой одна телка, вот так. А они нормальные вообще? Ну, они не того качества, которого хотелось бы, но они нормальные, ну, так вот. Ну, ладно, дальше что? Ой, сейчас посмотрим, что это видео. Игорь не спутился, как в квартире, кроме тебя есть. Да, ну, она начала спрашивать, что за соседи, что происходит, типа, вообще, ну, так сразу. Она начала вот эту вот штуку, типа, так сразу, там, ну, то, что ты слишком быстрый, я так не могу. Я начал это, я начал говорить, что да все классно, главное делать, что хочется. Главное, вали все на меня, я так, это я такой, ну, ну, такие вот вещи, говорил ей. Знаешь, она там хотела куда-то сходить в душ, увидела, что двери нету, такая, типа, ну, понятно. Я, короче, думаю, надо что-то делать, ну, прижимаю ее к стене, начинаю целовать. Прижимаю к стене, начинаю целовать, короче, все, все, я его, короче, просто раздеваю траху. И все, она что-то там говорит, и это уже не важно. Еще, окей. Тут, наоборот, еще больше трожачей, двери в туалете нету, помыться, не сделай плак. Да, еще, еще. А, окей. Короче, я делал сам, проходил онлайн, смотрел, как делаются, и по флешке смотрел, как надо делать, и шел делать сам. Ну, конечно, те моменты, что себя тяжело заставить, это понятно, проебываешься постоянно. Вот, но суть в том, что я потом понял, что самому в итоге не... Ну, это как в зале, с тренером всегда ты добьешься больше результата, и я просто понял, что со свиданиями реально проблемы, и это надо решать. Все, я думаю, ну, капец, короче, собрал все бабки, думаю, надо идти. Вот я, собственно говоря, здесь, я добился того результата, за которым шел. Дальше все в моих руках, и мне уже будет легче, тяжело понимать, вот, когда ты смотришь, о, у чувака там какая-то машина, типа, я тоже могу. А ты, Ваня, простой парень, да, то есть, из города Петушки. Ну, это Владимирская область, но теперь я уже отсюда, прям вот, я приехал в Москву, я понял, что я хочу здесь остаться и со временем перебрался. То есть, то, что ты простой парень из города Петушки, там, ну, как я так понимаю, вот, простой сидит, и так далее, оно тебе не мешает, как оно тебя не останавливало, подходить в московский чип? Ну, просто раньше была вообще жопа, там тоже с родителями связано то, что отца нет, у мамы, там, в одно время должны и заботиться, в другое время и наказывать, там, учить, вот, и была вообще беда просто. И, ну, вот, со временем как-то я работал, работал, понял, что без этого жить не смогу. Ну, вообще, во-первых, можно сразу, например, видео посмотрел, ты там имеешь только то, что имеешь, а тут ты можешь задать свой вопрос, лично подойти, ты мне очень сильно помог с руками, потому что у меня жестикуляция. Когда я стою далеко от человека, это может быть еще нормально, когда близко, это, короче, реально проблема. Вот, потому что, ну, я этого не мог понять, вот, сначала даже возмущался, сначала было какое-то, да нет, все правильно делаю. Вот, потом уже дошло, повысился результат, думаю, блин, круто. Вот, еще очень понравилось, что есть тусовка, идешь того же свидания, например, там, вот, когда я шел, забрал девчонку после горлом, потом иду, короче, обратно, думаю, ну, все, она слилась. Я думаю, хотя бы есть куда идти, есть что спросить, есть как, ну, как-то это анализировать, что-то узнать. Потому что я, да, немножко там, пожалуйста, вот, вы тогда, вот, не знаю, блядь, кто-то может, когда звонил, сразу говорил, там, я все записываюсь, где там, ничего не надо делать. Был ли такой, кого я там, блядь, я, блядь, я по-улаву по телефону, что давай, 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 иди. Кто сомневался, еще даже на спальде, вот, собеседования, и пойдет, не будет. Понимаете ли вы, что когда я вам продаю этот трейн, никто об этом даже не думает. Я когда тебе позвонил, я спросил, а как их тракт лучше. То есть я нахожусь в Праге, я далеко. Чтобы получить результат, мне лучше, допустим, самому приехать, либо это все можно онлайн. А ты говоришь, конечно же, лучше приехать. По-моему, это я. А у нас чуваки говорят, что это дороже 100%. Сто процентов, если кто-то, допустим, сомневается, то это, ну, даже, почему ты еще это не принял решение. Это однозначно. Только сюда. Работа с тренерами и саппортом это вообще, ну, то есть, бесценная вещь. Если у вас уже наметанные глаза, вы знаете, кому лучше подойдет. И, допустим, какой девушке. Это как тренировку по видосам, походу, не научишься тачку тренировать, да? Нет, ну, это то же самое, что теоретически сэконом. Вы-то профессионал. Поменяется, мы надеемся. Ну и, короче, надо, конечно, ебашить. Ебашить, не жалеть себя. Это, наверное, основной путь. Да, кто послалит парням, которые сомневаются, думают, что они делают. Блин, надо идти, потому что все равно не получится на 100% себя отправить и прямо держать там в зоне некомфорта. Все равно будет это, и пойду домой, и пойду свалю. Здесь вам этого не дадут сделать. Здесь вы будете. Если они недостаточно. Ты иди си пербал. Если они не зарабатывают 500 тысяч в месяц, у них есть вообще шанс? Еще раз, я прослушал плен. Если они, эти парни, которые думают, не зарабатывают 500 тысяч в месяц, у них есть вообще шанс? Само собой, ну вот, смотрите. Как бы, само собой есть шанс. Бабки. Она такая, ну ладно, я тебя прощу. Не, ну бабки не решают именно. Ну, решает какое-то вот первые там 10, 20, 30 тысяч, чтобы хотя бы иметь какие-то деньги. Ну, а потом уже там сколько миллионов, это уже не то. Надо просто иметь там. Что, ну вот ты хочешь там заработать, ну ты же хочешь там жить не на 10 тысяч, а на 50 как минимум. Хотя бы заработай 50, дальше уже будет больше. Если хочешь. Спасибо. Блин. Все было круто, все было супер.